нас вы откуда-то я свыше я свыше но не буду мешать и займайтесь делами государственной важности королицы то это выше государственных божественное божество наверное церковно служить или как или как пускай грехи кому не отпускает 300 баксов и орех улетел сам не сильно дешево ты хочешь так а нифига себе 300 баксов и своя расценки своя таксом я понял вас на расценки церкви немножко побольше на уже инфляция ты извините из какие у вас расценки хотя бы схожу посмотрю пресс курант есть курант не для на глаз мне понравится могу просить бесплатно они понравятся вообще ватт отправлю средние цены есть или большая цена или или даром для тебя даром будет хоть как перевернем свой то лопатик сколько ты там на решил но я думаю русских 4 где-то не грех русским быть это просто грех непростительный что такая грана девчонки тут шукаю в темном мире в свете вы изнашли шашу голый как счастлива от этого часто так попадается что находите ищет пьяный что-то под столбом шарится что-то там переворачивают листья телеснер приходит что вы ищете или ключи потерял один вы потеряли он под тем столбом а чё вы здесь ищете а тут свет горит тут свет горит и тут можно найти можете что мне подарить спасибо большое я очень рад взаимно все будет хорошо это хорошее слово добра добра женщина это не страшно это нам наоборот это достоинство это достоинство не тратя свое достоинство напрасно сохранить его для любимого человека счастья вам любит я скива наше время иметь достоинство это не все себе могут позволить продаются а следует легче всего а до прикинуть дурать вот дурать валяка радости вам вы должны быть счастливы и радостны бог таких хранит бог таких хранит которые ценят себя не опускается не продаются они предназначены к вечной жизни реально все доброе все кошку держит бумаги не интересное вас лицо что это за шампунь одесса одесса и мама не теряйте чувство юбора хорошего дня пусть бог хранит вас и наполняет вечной радостью радость вечная и и и и и и жизнь проходит мимо замечающую жизнь проходит замечаешь жизнь проходит и проходит смотрят и откуда твоя жизнь может пройти очень быстро или очень медленно все зависит от тебя ну да смотря куда прилетит а а а и 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 Я хотел сказать что-то плохое, но что-то плохое, что-то про Сен-Ди-Харк. Погано сказать, тяжело сказать что-то доброе, чтобы люди в дотяму пришли. А погано сказать, что-то легко. Очень легко. Слово не воробейся. А вот вы умеете, чтобы в дотяму пришли, было бы больше пользы. Ты разговариваешь на Харкевском или на Одессе? Киевском. А, в Киеве много, где-то, где-то. Одессе или Харкевском языке. Украина не узнает. Тут уже разговариваешь и Донецкое, и Донецкое разговаривают, и Украинское. Тут уже разные акценты. Я, как умею, так и разговариваю. Все грамотно, это красиво. Так, а чему ты мне, подписчики пишут мне, что ты мне не доверяешь чем-то? Тебе? Ну. А там уже пишут? А они, как видите, по морде лица? Поведимся. А я чему повинен доверять? Ну, это же великое вопрос. Я тоже данную, это вопрос. Ахахахахаха. Людей нужно проверять. Бог говорит, мне тоже не нужно верить, если я... 100% Так. Но есть какой-то ступень доверия кому-то больше, кому-то меньше. Мы хотим верить лучше. Так? Верим в ведьмане. Верим в людей, которые что-то делать для того, чтобы нам было лучше. А мы вывитравляем свою энергию. Грошей больше. Получается. Молитвы, да? У меня брат воюет. Прокинулся в 5-й године. Я не могу понять. Сегодня пришло трешку заработной платы. 90% заработной платы и право, блин, подрагало. Украв? Нет. Отправил по бригадам. По бригадам? Я просто что-то не спал, а потом я его написал, и он мне в вечере ответил. Говорит, а что у нас? На зранку до ночи бейдет. Я прокинулся, трошки помолился. Я просто не знаю, что бывает, переживаешь. Люди в разных местах. У меня друг Сбахнуто с 25-го часа уже не напоминает. Я ему пишу каждого дня. И... Ты меня не пугай. У меня там тоже брат служит. Под Бахнуто. А что он? Что-то пугать не будет. Цифра. А там он позвонит мне не может. Никакий вайбер. Когда можно сесть, подключиться. Раз-два дни что-то напишет. Абой в три. Абой в три. Довіряти треба проверять. Всех треба любить. Кажут, всех треба любить, але... Одних лучше убить, а потом любить. Мертвый хач. Старый. Неволи. Что тебе там забанять, не? Табли, ну... Забанять не забанять. Але, если украинцы... Я... Разберусь с этим питанием. Я против того, что... Крупция в Украине значила допомога украинцам. Я... Я национальное бюро антикорупсидную идею. Я ее сейчас знищую. Ти шо? Как воно процветает? Корупция процветает. Мородерство процветает. Блин, никого не посадили. Все как-то так... Я не знаю... Ты тоже вакуил? Да, я в шоке. Просто... Треба зачистку робити. Треба сюда и... А потом мне говорят, ну... Погано, а ты выступаешь за то, чтобы украинцы убивали, украинцы и так далее, и так далее, и так далее. Я вам скажу, что... Дебила беда, что... Есть факты корупционной деятельности в Украине. На высшем уровне. И до низу. Або он должен сидеть, або он должен выиграть в нахуй за то, что в Украине. Сто процентов. Сто процентов. Бля... Ну... Хто уж... Я говорю... Не на час. А! Брешет, суки! Свои... Свои гниди гірче, чем у тих, что из России пришли. Поверь, для меня, они гірче, чем у россиян. Они... Сто процентов. Они кличут сюда, они под эту марку наживаются, они под это дело еще больше стали богатыми. Потому что война, потому что все межно, потому что они на часе, потому что... Потому что... И мы будем больше красить. Вот... Нафтогаз себе премии миллиарды раз выделил. Охренеть! Вони бедные люди. Ты понимаешь? Я могу сказать, что люди веками. Про... Крупцию в Украине. А как их знищить? Скажи, каким чином? Все нужно поменять. Все нужно поменять. Я думаю, так один. Я в этом вопрос делаю. Трошки, короче, матюкаюсь, но... Это только сделает одну вещь. Когда человек осуществит, что она предстанет, в том будет суд, и все люди предстанут, кого она ображала, кого она кинула, и там будет бог, и он скажет, а какая же ты гнида, мающая вот таки все, и ты так себе поводил? Нет, это не очень им поможет Бог. Почему? Если он был в суде, и даже Бог предоставил ему это, он это осознанно, и он уже обмакивает. Но когда он будет обмакивать, он это осознанно. Так это нужно сейчас сказать. Знаешь, Иисус сказал, если бы я не пришел и не сказал вам, вы бы не имели греха. А когда мы молчим, не на часе, и молчай, Бог разберется, ни хрена не будет. Вот пока ты не скажешь, оскільки я людям в очи казал, на дыме вершался суд. И я бачил, страшные вещи бачил. И поэтому нужно не молчать, не ждать. Мы говорим, суд, нужно дорваться, хай кто смотрит нас, будет смотрит. Вот смотрите, каждый из нас, я, ты, они, все мы будем стоять так, ревненько, дивитесь один одному в веке, комусь будет соромно, комусь нет. Хтось пиде налево, хтось пиде направо, хтось будет вечно мучиться, хтось пиде в царство Боже. Так, лучше, чтобы сейчас вы уже жили царством Божим, и не ображали один одного. Не крали, не обманывали, это суки. Особо украинцев и украинцев, это мы уже не сможем. Москалевскому, это, я так говорю, а когда украинцев, украинцев, ну, а я думаю, что люди, которые продались за, за, за гроши, и ображают ничего, они уже не мают ни роду, ни племени, они просто барыги, и они просто скотиняки. что мне больше всего, это, когда помогают нам, все страны Европы, США и так далее, помогают приходить до нас, а украинцы еще имеют совесть, пиздать всю гуманитарку для себя, и отправить эти деньги обратно для своих детей в Европу. Я вот скажу, что слава в Украине будет только тогда, когда люди будут относиться, а это пока пустые слова. Если крапнуть, слава в Украине, барыги, спекуляция, брехня такая, из высоких постов, пустые обесенки, и постойно, постойно, воровство, как-то, крадут, 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 крадут. Ну, это коррупция, это коррупция. Да. Так я скажу, Тадислав, они вишиванки поддевают, гимн спевают, в грудь у себя стукают. Это ж просто... Я не дам тебе сказать, кто там... Блядь, он меня не рестил, когда МАПСа... Я даже припалкиваюсь, я хочу... Ну, надо сказать, надо не молчать. Нет, это не главное. Боя чем мы будем молчать, если не будет иначе. Смотрите. Смотрите, Шевченко писал в вирши, как оно вплинуло, все-таки. Какой Шевченко? Сколько лет? И вот то цитуют, то не цитуют, використовывают, но признают. Слово сказано. Раз говоришь? Да. Так вот там время уже сделали нормальный ремикс. Ну, я думаю, это просто пайпер, у меня не многое, садовская, потому что у нас а не в ютубе. Ну, у ютубе есть такая хорошая песня. Ну, заповедование. Там много песенов, его вирши, там я записывал когда-то в видео, когда-то, может, концерты, рок-концерты, там, вот такие известные гурты, рок. У меня есть песня, которую я очень люблю, из 1990-го. Хочете вам скинуть? Ну, вы с нами. Скиньте. Колись была группа кому вниз, я бы хотел бы узнать, где она сейчас, что я не слышал про нее. Оця группа, блин, той молодой человек. Голд Райдерс. Сейчас попробую ее скопировать. Это украинская, так? Нет, это американская. Блин, я ж всех не не понимаю, как бы я понял, про что? Так. Ну, это кантри, кантри. Ну, ладно. Я люблю слушать, что я понимаю. Не дуже, ага, просто. не таки подобается, под глухой. Ха! Или вы ее таки? Включай ты за носик. Шутную, да? Шутную. Шутную. Я так на маняши исключил. Ну, блин. Что это? Да. Да. Да, если в какой тюрьме находишься? Что за решетка? Это батарея. Такая батарея? Да. Такая тюрьма. Ну, вы из Украины, я правильно понимаю? Так. А ты? Ну, вы меня хоть не обзывайте, но, пожалуйста. Я тут уже все с ним прохожу сессию, да? А я тебя что обзываю? Да не просись, я ж тебя не трогаю. Я ж тебя не трогаю. Шутя. Ну, я говорю. Давайте поговорим о литературе. Литературе. Вы читаете? А какую почитаем сейчас? Да, я люблю читать Библию. Давай почитаем. Библию? Ой, ну, Библия это... Я не думаю, что это... Что это? Плохая литература? Нет, неплохая. Почему? Религия и натуральная. А что ты там знаешь? Что ты с Библией знаешь? Вот, толстая книжка. Что ты там читал? Как раз? Чуть-чуть, чуть-чуть читал? Нет. Правда нет. Он за свои 16-летние разы не ходил. А чего так? Сколи рассказывали. Сколи рассказывали. Ты боишься, наверное, боишься с этой книжки? Я боюсь Библию. Да. В том случае эротику не доходили. А почему? А что ты читаешь? Эротику? Прошу ты? Ужастики, НЛО? Читаешь там фантастику? На самом деле, скажу вам честно, я очень мало читаю. Но если читаешь, то какую-то философию. Например. Не давно Ницше изучал. Не давно Ницше изучал. Правда, ничего не понял, но было интересно. А что ты вообще понял? Что тебе? Как книжка понравилась? Хоть одна понравилась тебе книжка? Одна книжка, но я в школе много читал зарубежную литературу. Мне нравится «Божественная комедия» Данте Алигере. Ей еще очень нравится. А про что она? Это «Божественная комедия». Про что это? Про ад. Про ад. Про все в кругах кадров. И что? Тебя это не впечатлило? Впечатлило? Я же говорю, мне понравилось. Причем не читал, но мне очень поразило, что автор ее писал 12 лет. Кто его знает, сколько он мне писал? Вина. Вина. А ты что-нибудь написал в свою жизнь? Или только писаешь? Не пишешь, а писаешь. Я постыксвитери пишу. Я тоже своего рода поэт. Ну, процитируй что-нибудь, свое любимое. О чем-нибудь. Ладно, вы какой-то агритивный. Все хорошо. Что ты меня боишься? Процитируй, что тебе нравится, скажи. Про любовь. Вы какой-то дядьку напоминаете. Какой-то костей, знаете. Я так нравиться. Я прям. Что ты боишься? Ты боишься? Да не бойся. Не бойся. Ну, это страшно. Это сложно. Да ладно, я пытаюсь на самом деле. Не, не, просто тогда и тебя. А что читал? А что нравится? Ну, так давай поговорим. О чем поговорим? Если ты то не читал, а я то не читал. А о чем будем говорить? Будем говорить о книжках, на которые деньги лежали, да? Будем говорить о книжках, на которых раньше деньги лежали, да? А, да. А, да, дайся. А, но они сгорели. Или одна больше нет. Ладно, хорошо. Хорошо, вечер. Ну да, да. Ты космонавт? Медитируешь? Нет. Нет. Сосредоточен на чем? Да нет. Нет. Просто сижу только. А о чем думаешь так? Печальным, таком тяжелым? Нет, вообще ни о чем не думаю. А так можно разынуть? Я ни о чем не думаю. Ну так можно просто. Не, ну конечно, процессы в голове все равно происходят импульсами. В любом случае. Но можно ничего не думать, чтобы так сказать, расслабиться, я думаю. А мертвые, наверное, ни о чем не думают. Они уже лежат, и пофиг. А живой должен о чем-то думать, не? Ну, как бы процессы в голове они происходят в любом случае. Даже во сне происходит. А ты сны, веришь сны, у тебя не сбывается эти сны? Нет. Это не что вообще не означает сны. А тебя сняться сны? Часто. Иногда. И вообще ничего не означает. А в реакции, думаю. А что тебе снится? Ну, последний раз, что ты помнишь? Ну, там я не знаю. Там какого-то знакомого свой встретил, короче. Кинул камнем. Он был на льду. Я кинул камнем в лед. И лед начал трескаться. А он... Угадул туда. Да. Он начал убегать, короче. Убежал. 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 Ты хотела его убить или что? Да не, я просто прикалывался. Блин, ты злой человек. Смотрю. Даже его знак такой. Жесткий. А нет. А ты любишь кого-нибудь? Ты себя любишь? Смотрю. Ну, как? Уважаю себя. Любишь. Заботишься о себе. Более, да. А там же хорошо. А еще женщин любишь? Ну, те, которые мне интересно, то да. Их легче любить, правильно? Чем кого? Чем те, которые интересны. А, ну да. Выбираешь? Конечно, да. А чтоб ты хотел в жизни достичь? Получить какое-то удовлетворение от этого. Есть тебе такие вещи? Что ты уже достиг, получил удовлетворение. Дальше пошел. Что еще что-то не достиг? Ну, не знаю. Может, девушку какую-то найти. Насколько часов или дней? Просто свою. На жизнь свою. На всю жизнь, да? О, да. Хорошее желание. Вот, на ночь еще там. Сложный процесс найти женщину. Шуршогафан, иди себе женщину. Верную, да? Красивую. Да. Да. Умную. Все мы это странные люди. Нет совершенных. Это чудо должно включиться. Обычно, соответственно, себе ищем. Не будь тебе все хорошо. По другу, другом. Не сильно перебираю. У тебя все получится. У тебя будет хороший вариант, да? Да. Я не перебираю ее так. Ну, это да. Вымечательно. Все у тебя получится. Надо самочку. Самочку? Блин. У тебя мизерные запросы. Самочки? Они, блин. У тебя уже не надо животное. Яйца нести курочку. Самочка она, знаешь, самца будет искать. Постоянно. Так, шо тут ни на чем. Ни на чем не останавливается. Вай. Вай. О. Да. Да. Привет. 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 Как дела? Да, боже, что-то не тянет. Не тянет. Ты не тянешь? Аааа. Что-то не получается сегодня так. Как не получается? Ну, не знаю. Люди какие-то странные. Что ты хочешь? Что ты ищешь? Ну, что же говорит человеком? Человек убегает. Кто убегает? А тебе убивать все? Не, ну как-то так. Не, ну как-то так. Бывает убегает. Все день получается. А ты как? Ты откуда будешь? Подожди, дядька. Украина видишь? Украина видишь. Там флах Украина. Там флах Украина. Ну, еще. И что? Ничего. И что? Ничего. Ну, а столица? Столица Украины? Столица Украины? Не знаешь? Не знаешь? Не знаю. Ты что? Ну, а что, блядь? Вообще, блядь? Ты откуда будешь с Украиной? Украина, блядь, большая. Ты сказал столица какая? Ты сказал столица. Столица какая? Столица какую-то есть. Что ты напрямую? Что ты напрямую? Ты хочешь в столицу? Да. Ты русский пришел сюда воевать? Да. Убивать людей? Да. Убивать людей. Серьезно? Серьезно. Умрешь, в ад пойдешь. Вечное мучение. Какого хрена ты пришел? Что-то тебе что-то обидел. А ты тебя не боишь? Я тебя не спрашиваю. Ты что пришел? Ты сдохнешь, ты падешь в ад. Это родной язык, дядька. Какой? Ты знаешь, где я родился? Я не знаю. Ну нахуй ты спрашивай. Если ты залил свои силы... Зачем ты начал воевать? Воевать. А если тебе за военное действие общались, я не начал это военное действие. А кто начал? Не у вас, нахуй, на Майдане, дебил? При чем тут фашисты начали? Какие фашисты начали? Пропаганды. Ты умрешь? Удешь в ад. А там тебе мозги управят. Понял? Пока. Я думал. Доброй ночи. Я не люблю курить. Зачем курить? Сколько раз? Сколько раз курите? С каждым человеком по сигаретам. Это вредно для здоровья. Вы первый человек, который сказали здравствуйте. Ну, просто как-то оно неуместно. Вот вы себя травите. А я говорю, желаю здоровья. И оно как-то... Спасибо. Спасибо. Дессонанс получается. Дессонанс. Оно не накладывается. Здорово, мужик. Здорово. 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 Я в жизни. Я в жизни. Гарман. Арман. Да, нормально. Готов? Готов? Готов. Дать отчет. Дать отчет. За бесцельно прожить. За бесцельно прожить. Не, еще не готов. Рановато меня. А, готовься. 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 Нет, ну. Это не нам решать. Почему? Почему? Ты будешь отвечать за свою жизнь. Тебе решать. Тебе решать. За что отвечать нужно? Отвечать. Ну, еще Бог меня не прозвал. Когда прозовет, я все расскажу. А это интересно будет? Это интересно будет ему? Да, интересно будет. Ему интересно будет это узнать? Да, он каждого выслушается. А тебе интересно прожить? Мне да. Я прожил нормально уже. Нормально? Нормально. Достойно. Честно. Честно. Никого не убидел. Не обманул. Не обманул. Не убил. Как говорят, что если... Такое причание, что если... Ты невиновен, то кинь камень, что-то такое. Конечно, у меня были эти самые... Ну, неправедные, может быть, даже и дела. Ну, это жизнь. А ты праведную жизнь прожил? Такой, спрашиваешь, как... Ты не прокурор, случайно, в отставке? Не, я адвокат. А, адвокат. А, адвокат. Какое-то мне негативное отношение к адвокату. Продажные. А почему? Скажи мне. Потому что за деньги работают. Если бы не бесплатно, они будут работать. Тут все в этом мире за деньги. Все негативно. Что негативно? Я сталкивался с адвокатами как-то. Разные. Не напрямую. Ну, рядышком они проходили. Ну, очень такое мне... Мало чести у них, да. Сволочи и щеки. Не, ну, не сволочи, но как-то... Негативно. Оправдают дьявола. И все равно задопались, да? Ну, если есть даже кино, американцы сняли. Адвокат для дьявола. Ну, вот. Вишь. Ну, все-таки это лучше, чем осуждать людей. Сейчас до хрена развелось судей и палачей. Адвокатам все-таки быть более престижно. Сейчас уже и судья, и палач его дом в лице. Взял автомат и пришел убивать людей. Потому что ему сказали, что он не такой, как ты. И он уже и судья, и палач. И осудил тебя. Еще и пытки сделал. Убил, изнасиловал. И говорит, он уже Бог. Ну, вершит судьбу людей. Кому жить, кому не жить. Фильтрация. Как с этим быть? Что-то за ёпта такое. Фильтрация за что? Объясни. Ну, фильтрует. Одним сюда, отдых сюда. Одним жить, одним умереть. Отфильтровали. Не слышно? Не слышно? Это не тройный номер. Ну, как? Ну, так есть же такое? Есть же такое. Есть и есть. Ну, это лишь неправильно. А это дело? Как с этим быть? Как с этим быть? Ну, наверное, надо этих фильтровальщиков, которые олинцы. Под ноль надо делать. Тоже надо фильтровать? Нет, фильтровать не надо. Под ноль. Чтобы не фильтровали. Ну, вы тоже судяй-палас. Да, судяй-палас. Ну, да. Насмотрелся это. Да. Нету выхода. Все равно как-то перемазанные дни. Нет. Правда, должна быть с кулаками. Нет. Да. Даже с автоматом. С автоматом. Кулаки мало. Надо. Слушка. АК-74. Ну, может, баллистическая ракета с ядерной баллой. Ядерная баллока не годится, потому что... Не разбирается, да? Не разбирается. Да. А тогда пуля в лоб? Если пуля в лоб, так пуля в лоб. Ну, да. Это же, говорю, это такое. Бородат еще с красивой бородкой. Да, да. Я что пуля в лоб, то пуля в лоб. Ага, да. Что-то он живой, здоровый, сука. И нам надо не одну туда загнать, да? Тогда ищи. Так еще это самое. Прошла информация, что... Как... Вилу купил здесь, в этом. В Калифорнии, по-моему. Виллу, да? Виллу, да. Или Винконфити, да. Так. Говорит, не мешки ворочит. Да, не мешки ворочит. Ну, конечно. Это ж не я говорю. Это ж... Где-то была пресса в американской. Ну, наверное, не знаю. Наверное, не знаю. А это ж американская пресса. О, ты завис. Куда завис? Куда ты завис? Здесь я уже закончился интернет. Жаль. Почему? Не слышно, не видно. Застрял дядь-коты. Улетел в Америку, наверное. Да. А жаль. Ох. Ты пип? Пип? Да, пип это точечка. Нет, это... А, поинт точка. Подожди, подожди, пип это... Поп. Поп. А, нет. Не пуп, это какая-то хорошая. Я думал, ты священник, исповедуешь грехи, пускаешь. Плачу пять тысяч и место будет как надо. Давай так. Ага. Ага. Я не понял. Пип. Ха-ха. Красавчик. Ну, ты смотри, тоже такой аккуратный человек. Аккуратный. А что делать? Люди это ценные... ценные твари, которые каждый достоин. Вот. Мне нравятся ценные твари. Да. Ой, я вообще кайфовать. Об общении. Особенно. Да, да, да. Да. Нельзя людей обижать. А что, давай, пару раз попиздим и наседемся. А что ты такое пьешь, эта штука квадратная? Я тебе положу, ты охуеешь. Это неправильный контент. Ты... Ты не должен это видеть. Я понял. Я вот увидел и задумался. Да. Лучше не увидел. Я понял. Так я тебе и говорил, что не надо. Ты сам себя разрушишь. Ха-ха. Ладно. Показать, реально хочешь? Да я, может, не пойму. Не поймешь. Не пойму. Буду голову ломать до утра. Нафига, но мне надо. Да, специфика-то. Без этого же нельзя, да? Или можно? Можно, можно, да. Ну, это хорошо. Плохо, когда есть вещи, без которых жить нет. Я покажу. Ладно, заебал. Покажу. Все. Я пьем. Смотри, я угол пива. Одно, второе, третье. Что-то. Это хуйня вообще полнейшая. Можно выкидывать сразу. Да, да. Это еще можно пить. А сейчас у меня напиток, называется Байкал, но это совсем другое средство. Это лечебное. То есть я лечусь. Я сначала пил кислоту, а сейчас щелочь. А зачем? Чтобы восстановить баланс в организме. Сначала его нарушил, сначала нарушил, а потом восстанавливал. Это такая затея вечная. Смотри, я с пива выехал на какой-то уровень кайфа. Да, да. А потом я такой, блядь, я же испортил свой организм. Надо его немножко восстановить. А у меня есть напиток специальный, который добавляет кайфа и восстанавливает кислотно-человечный имплант. Короче, эту химию придумал человек. Супер, супер мозг. Я ему говорю, слушай, я люблю бухать. Можешь меня вылечить? Он говорит, сейчас подумаю. Он спустил ноги в реку. Подумал и говорит, да. Намешаем тебе хуйни всякие. Ты можешь ее чисто пить, ты не сможешь. Ты будешь блевать. Смешаешь с любым напитком и твой напиток становится норма. Норма. Ну, pH баланс, знаешь, что такое? 7, 8, 9, 10. pH баланс, не знаешь. Короче, вода, которую ты пьешь из бутылки, это 7 pH. Это вредно для организма. А вот здесь 10 pH. Это норма для организма. То есть надо пить либо это, либо что-то другое придумать. Извините меня. Понимаешь? Я с утра, я думал, что я вообще охуею или помру. Вскакиваю и иду работать. Представляешь? Я с утра встаю, я как робот. Такой нехуйня. Я здоровый, бодрый. Без этого. Знаешь, мне не надо накинуть по-новой. И топаю. Чудо. 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 Так я не готов пиарить, потому что я не готов пиарить. И не хочу тебя что-то там вдалбливать в голову. Так и есть Путину. Мой человек, который от меня лечит, он писал Путину. Давай отменим все болезни. Все болезни, потому что это не болезнь. Вот немножко этого напитка. Немножко уколов, капельница. И все здоровы. А воздруг добавится. Воздруг добавится. Умнее станет Путин? Нет, 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 нет. Ну вот он на всех номер. Дай ему яду лучше. Пусть выпьет яду и сдохнет. Путин. Нет. Путин сдохнет так. Он уже станет. Это не суть. Пром другом, чтобы восстановить это стадо. Стадо. Ну, они все умирают там. А что попал? Жители. Мирные жители умирают. Они даже без башен. Ты с украинской все. Они даже так умирают. Они болеют своими болезнями. Без войны умирают? Да. Вешаются, режутся, спиваются, скалываются. Можно я еще... Смотри, я слово скажу. Их закрывают тюрьму. Они говорят, а как же лекарства? Они говорят, какие нахуй лекарства? Вы что, охуели что ли? И они умирают от того, что нет лекарства. Это вообще пиздец. Как такое возможно? А что будет после смерти, скажи? Ну, после смерти будет смерть. Я вообще не хочу умирать. Я хочу жить. Вот именно я, я тебе докажу. Не знаю, будешь ты жив в тот момент или нет. Я хочу жить в вечность. Любой другой мужчина сознательный, он тоже готов. Он должен быть готов к тому, чтобы жить в вечность. А если он не готов, он говорит, ой, и завтра кирпич упадет. Ну все, иди нахуй т.д. Ты не сейчас уже в спице? Кирпич упадет. Организм человека... Хочется, не хочется, а так написано. Терпи, моя красавица. Ну, это... Любишь великого цитировать Путина, да? Путин, смотри, нельзя его оскорблять ни разу. То есть Путин... Кто? Ну... По законам на СИКТЕСКУ... Ну, мы сейчас... где? Мы в России же? Украине... А, В Украине? Мне можно. Хахахахаха! Красавчик... Я тебе завидую, но я не в гости, я позволю себе это. Потому что, смотри, Шойгу, пошел Шойгу нахуй. А Путин нельзя скорблять, потому что это... Ты как о мертвых, ты как о мертвых говорит, или ничего, или хорошо. Он еще же не сдох, что-то про него такое-то. Это о мертвых нельзя плохо говорить. А живых можно? Это уже канадцы, как все. Это канадцы. Он уже умер. Он уже сдох. Просто когда это осуществится, ну, тут дело времени. Но он уже за себя. Сам умер. Смотрит, ты не знаешь, но... Опасный тип, да? Да, мне кажется, что сейчас придут, начнут выпиливать дверь. Да, все может быть. За все надо отвечать. Только перед кем? Понимаешь? Кого ты боишься? Какая у тебя крыша? Нет, крыша нет. Нападут, я, не знаю, на руки подниму и скажу, ну, давайте сдамся. Я и тебя заложу, скажу, что тебе рассказываю. Да, да, да. Обязательно. Не против. То есть, мои смотрят видео, у меня канал на ютубе. И изучают мои... А у тебя и канал еще есть? Конечно. Нихуе себе, блядь. И ни один. А ты можешь выпустить? Да, потому что на одном из них меня как-то, ну, выпустить. Сказать, что? Вот, блядь. Да, да, да. Блядь. Ну так давай. Это было бы аж, шкаф. Рассказывай туда. А что рассказывай? Ну, что ты хочешь? На весь мир говори. Я слушаю. Тихо-ни на ютубе. У меня канал. Хуйло. Путин хуйло. Давай с этим о чем. У меня канал, знаешь, как называется? Это надо его еще и так сказать. Не знаю. Напиши, напиши. Давай потом напишешь. Смотри. Я тебе сейчас основу даю. Нихуе, потому что хуй, это как бы твердое такое тело. Это святое место, которое нельзя трогать. Для меня это... А хуйло, это такое, знаешь, ну, типа, как бы есть, но нет. Ну, его нет. Он такой, ну, такой, да. Ты шестал. Вот такое. Вот, вот. Оно такое, висит. Как его засунешь в бабу, даже мою, блядь, нихуень понятно. Да. Тем более она против инородных тел. Ладно. Чем мы осуждали-то, я не понял. Путина? Да нет. Давай поговорим. Путин, что бы о нем говорить? Он же такое народное тело, которое... Оно мертвое. А что бы о нем... Поговорим о жизни. О жизни. Что будет дальше? Представляешь, все будет дальше. Все будут, все... Все злые люди сдохнут. Дальше, как будем жить? Как им жить без зла? Можно представить себя, жизнь без зла? Тяжело, конечно. Ну да. Так, я представляю. Нету никого вот этих упрей. Над тобой никто не стоит. Не указывает, как жить. Ох, ни хуя си. Ох. Это реально возможно? Нихуя си, да бля. Что, за сказка вам? Классно. Нету, кроме жены. Вот жена скажет. Вставай, иди на работу. Да нахуй я тут. Жена такая. Не знаю, да. Это самый агрессор. Нет, нет. Что-нибудь, конечно. Ну, представь, все, нету зла. Все, все. Спасибо. Научился любить. Нечего бояться. Бояться нечего. Представь, ждешь и нечего бояться. Выходишь на улицу. Нет, я вижу полицейского, у меня руки терцут. Я телефон держу, и у меня руки, я его записываю. Он такой, ты что дрожишь? Я говорю, блядь, я вас боюсь, сука, нахуй. И пишу, я специально купился селфи палку. Ну, этот, как это называется, диджай. О-о-о, вот это крутую. Крутка маленькая камера там, да, я хочу дочка. Нет, там палка, палка. И камерами засовываешься. Да, и у тебя руки дрожат, а она все-таки снимает. Да, да, да. Стабилизатор. Я говорю, для вас специально стабилизацию купил. Ну, потому что я вас боюсь, блядь, пиздец. Вы так, только рот открываете, что-то говорите, блядь. А я им столько напиздела. Говорю, вы реально идиот? Или... Прикалываетесь. Он такой, что, блядь. Ну, я говорю, я спросил у вас. Нет, вы мне оскорбили, вы сейчас будете. Я говорю, я спросил уже, у них там... Пиздец, я на волоске хожу, понимаешь, мне можно вот взломать и увозить на... Мне страшно, вот они. Я понял. Да, это они же страшно. Страшно. А ты знаешь, ты знаешь, это такая фигня. Ты в армии служил, нет? Ну, у меня сборы были, я офицера запаса. А, ну, это не... Есть такая фишка, люди, которые ничего особо не значат, слабенькие, они сделать ничего не могут, но не научились, ну, на твоем языке пиздеть, где запугивать. То есть, кого не пугает. Ну, они тренируются на ближнем, и так дальше, и дальше, а потом пугает масса, занимает позицию какую. И он такой, коротышка, маленький, запугает, может, всю страну. Ты понимаешь? И люди боятся. А когда станешь, скажи, а что это может тебя бояться, давайте я стукну по носу. И тогда это приоритеты меняется, и становится все ясно, кто, что есть. Просто люди боятся слов. Нет, я тебя не понял. Ты объяснил какую-то хуйню непонятную. Я не проникнусь их. Извини, пожалуйста. Страх он, как бы, сам бог, знаешь, бог, он не пугает людей, он не пугать ли, но он может все. Я тебя, как бы, хочу объяснить. А вот сатана... Ты, может, меня... Нет, за богу меня не пугаешь, может, ты объяснил. Да, 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 например, я не понял, потом, может, поймешь, потом, поймешь. А потом подумаем, да, утром, просто, а зрение будет, будет, знаешь, на чем надо. Да, я помню. Вот, 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 сатана, который лишен власти, силы, нифига не можно, но он людей пугает, реально, на усрачки. Да, конь несешь. Нет. Испугай меня утром. Давай так, ты не страна, ты же... Селедняк, ты, ты, ты между, ну и богом, давай меня утром, попытайся напугать, реально, ну, скрикни, крикни, напугай меня, накидай говном. Не надо, зачем ты, ну, видишь, не можешь. Не хочу тебя пугать. Так я, ты не сможешь. Ну, понимаешь, пиздеж от обычного текста разделен каким-то понятием. Ну, ну, я, понимаешь, не тупой чувак. Ну, это хорошо. Я так иногда понимаю, что тупость, это как предохранитель, чтобы не сгорели мозги, чтобы мы все не воспринимали правильно, а так и так, ну, сожги, давай, сожги, давай, сожги наши мозги, да, может быть, получится. Да не надо нам, всему свое время, знаешь, знаешь, себя любить. Зачем нам нас себя... А ты реально из Украины? Ты реально из Украины? Да, ты бешел разгулятор в украинскую молнию. Ты занимаешься пропагандой или это у тебя хобби какой-то, ну, тыс-то захотел и... У меня пропаганда царства небесного. Не помню, чё. Ты занимаешься? Царства небесного. Да, я пропаганду. Ты меня еще раз святым отцом назови, блядь, я вообще, по-моему, сразу. А чё тебя идет? Не, святой, святой это мертвый. Я не... Не, святой это... Шавественность. Это тебя обманули, святой, это вот я святой. Еще раз, святой это мертвый. Не-не-не. Если ты святой, то ты мертвый, значит. Я не мертвый, я не святой. А я святой. Я живой, я живой. Я жестчик. Будь живой. Я живой. Да ты на себя принимаешь то, что сам понимаешь. Почему? Еще раз, святой это мертвый. Нет. Понимаешь, как только... Нет. Ну, давай, давай спорить. Давай спорить. Ну. Святой это отделенный для Бога. Еще раз. А с моей стороны, святой это мертвый. Это твоё понятие такое. Я так не учил. С твоей стороны, это нет. Да, это живой, да. Все, для Бога. Начали, начали сброситься. А, да. Я сообщил. Но мне нравится, видишь, такое, общение без лишнего моста. То есть, никто мат не гуляет. Можно даже, да. Ой, кончилось. А, я с вообще другого пил. Ну, да. Я пьяну уже. Прошу прощения. В этом мире тверзом трудно быть. Надо быть под датами, чтобы жить. Я это говорил уже год назад всем, кто со мной общался. Я говорю, я не могу существовать в этом мире в адекватном расстоянии. Да, ужасно. Только в изменённом. Ребята, извините меня. То есть, если меня будешь находить где-то с углопьяным, там или отдолганным, или по чем-то другим, это ваш мир так захотел. Да, и я вот такой. И наполинчанин. Ну, правильно. Правильно. Ты на хорошем пути. Ты найдёшь. Вопрос в том, что я не только нахожусь в этом состоянии, я ещё и умудряюсь в этом состоянии наказывать недоброжелателей какими-то, ну, законными способами. То есть, я их не хулиганю, не прокалываю шим, ничего, я просто по закону действую. Я их наказываю, и мне суды накидывают бабки. Ну, то есть, как это называется. То есть, незаконно меня привлекли к какой-то ответственности. Я говорю, нет, это неправда. Он говорит, правда. Я подтягиваю юриста, юрист говорит, неправда. Хопа-хопа на. Иск ответный. Ну, и они должны бабка. Ну, там, это ему, там, за его действия. Это, это моральный вред, и плюс, вот это вот, хуй так, как называется. Ну, это вот маленькая такая тема. Моральная компенсация. Да нет, это... Сейчас помню. Да нет, не хочу. Ну, вот, надеюсь, что они там раз в три месяца отплачиваются. Уже, уже иск один оформлен, деньги пришли. Ну, у них есть срок, у министерства финансов есть, там, срок в три месяца выплатить компенсацию. Вот, скоро выплатят. Слепать-копать. Ладно, давай, не хочу тебя, черебонич. Ты вроде как. Ну, прикольный, кстати. Да, да, да. Ну, возьмем в руки и расходимся. Здорово. Красавчик.